Снова здравствуйте! Доброго времени суток! Сегодня мы сделаем личный расклад на тему какая она, ваша любовь, то есть на что вы способны в любви, как можно характеризовать ваши чувства любви, насколько вы можете быть страстной, насколько честной, то есть вот все вот эти вопросы мы поднимем в данном большом раскладе, то есть мы разложим по косточкам буквально всю специфику ваших ощущений и вашего поведения в тот момент, когда вы влюбляетесь и в тот момент, когда вы находитесь в отношениях. Ну, конечно, будут щекотливые вопросы, я могу сказать сразу, что будем спрашивать, насколько вы можете быть честной, искренней и способны ли вы на предательство и ради чего вы можете предать человека, которого ранее любили, например. Это жесткие вопросы, но тем не менее, я думаю, что они будут вам все равно интересны, потому что вы человек думающий и способный работать над собой. Так что сегодня расклад, который можно назвать бальзамом на мое сердце. Люблю интеллектуальные расклады, когда можно посмотреть различные интересные вопросы, ну и, конечно, тем более вопросы необычные. Первое, что мы посмотрим, это, знаете, вот такой вот может быть немножко циничный вариант позиции. Это сигнификатор вашего стиля любви, скажем так, но называть стилем любовь грубо, но тем не менее типаж. Мы можем увидеть, что вы, например, склонная жертвовать девушке или наоборот, вы знаете, как в свадьбе в родиновке все себе, себе, себе и это тоже себе. Ну, то есть все вот эти специфические моменты мы посмотрим и сделаем из этого в конечном итоге выводы. Насколько вы отдающая сторона? Мы уже смотрели про то, насколько вы идеальный донор, но здесь немножко с другой стороны поставлен вопрос. И это не в конкретном случае, а в принципе, насколько вы можете отдавать в любви. Насколько активно вы можете брать себе? Насколько ментально ваша любовь, то есть насколько она подчиняется логике, насколько она обдумана может быть и вообще, насколько ваши мысли влияют на любовь. То есть, ну, бывает, что человек любит головой даже так, а бывает, что человек любит только сердцем и вообще никакой ментальности в любых его отношениях, где есть любовь, быть не может. Что это у вас? Посмотрим. Насколько эмоциональна ваша любовь? Какова ваша любовь в действиях и поступках? То есть, каким образом вы начинаете вести себя заботливо, например, или наоборот, вы стараетесь отстраниться от объекта, показывая ему всем своим видом, что он вам не интересен, а сами жаждете, что он подойдет? Или как-то по-другому вы себя ведете? Насколько вы можете быть страстной? Тоже хороший вопрос, который актуален для темы любви. Негативные стороны вашей любви. Вот что плохого вы можете принести? Конечно, позитивные, потому что если уж есть негатив, то позитив обязан быть. Насколько вы можете быть настойчивой? Насколько вы преданны человеку, которого любите? Насколько вы с ним честны? Насколько вы можете быть искренним в вашей любви? Или вы будете забивать куда-то внутрь ваши какие-то переживания и не будете доверять постоянно? Ну, понимаете, как искренность, это не одно и то же, что и честность. Честность, это если вас спросили, вы ответили правду или то, как вы это представляете в действительности. Искренность, это насколько вы способны и желаете проявлять свои чувства и ощущения и рассказывать что-то добровольно. Насколько вы готовы на подвиг ради любви? Ну, вот даже так, да. Женщины совершают подвиги в любви практически каждый день. Склонны ли вы к самопожертвованию? Насколько вы будете требовательны в любви? Не будете, а насколько вы есть, скажем так, насколько вы требовательны в любви? Насколько вы доверчивы? Насколько вы ранимы? То есть вот тот человек, которого вы любите, насколько он может вас ранить? Или наоборот, вы воспринимаете все как бальзам на свое сердце, если со стороны любимого человека это приходит? Вот тут начались каверзные вопросы. Способны ли вы предать? И ради чего, если да? Но здесь, смотрите, мы не выкладываем ради чего позицию, потому что если нет, то и смысла нет выкладывать, ради чего, если вы не можете предать, да, по сути своей любви. Ну, а если да, тогда уже будем докладывать дополнительный аркан, хотя, думаю, он нам не понадобится. Предоспережение и совет вам именно в сфере любви, в поведении в любви, в том, как можно и нужно любить для того, чтобы вам это шло на благо. И приступим к толкованию. Самая циничная позиция, сигнификатор стиля любви. Ну и здесь, вы знаете, вообще мне эта позиция нравится. И могут мне сколько угодно говорить, что я могу быть меркантильной в таких суждениях, но я говорю о том, что, кстати, сегодня гадаю вам на Таро гармония. И вот та позиция, которая открылась, она символизирует с собой полную гармонию по обмену энергиями. То есть вы должны иметь некое равновесие, вы должны иметь гармоничное отношение и стиль вашей любви, сколько дал, столько получи обратно. Это норма, это хорошо. Это не значит, что если муж принес вам шубу, подарил или купил там на праздник дорогущее кольцо с 50 бриллиантами, вы должны тут же достать деньги и сказать, так, милый, все наше совместно нажитое пополам, вот тебе 380 тысяч за половину этого кольца. Нет. Дело в том, что вы должны, даже если вам делают дорогой подарок, отдавать энергию, отдавать благодарностью, отдавать теплом, отдавать любовью. Или, если на то есть необходимость, даже иногда что-то оплачивать деньгами. То есть это абсолютно нормальная позиция, когда вы понимаете, что если где-то убыло, то значит где-то в другом месте прибыло. Поэтому я считаю, что вот этот сигнификатор, это абсолютно здоровая норма, то, что вы имеете на сегодняшний день. Насколько вы отдающая сторона, именно в общем, не в конкретном случае. Ну, вы знаете, здесь я могу сказать, что вы сторона отдающая, если вы понимаете умом, что это надо сделать. То есть вы можете быть отдающей стороной в совершенно ясной для вас ситуации, когда вы понимаете, что либо ваша энергия, деньги, время, чувство, забота, выбираете, подчеркиваете нужное, нужны человеку, которого вы любите, то вы способны отдавать, если понимаете, что это в данной ситуации правильно. Ну, не огульно, просто так, знаете, раздавать все, что есть. То есть, насколько активно вы можете брать. А вот тут уже вопрос. То есть вы не являетесь реципиентом. Вы в основном являетесь донором по убеждению своему. Но вы не активно берете в любви. То есть вы не принимаете, вы в основном отдаете. А вот принимать тоже надо учиться. Это тоже, в принципе, полезно и нужно. Для соблюдения того самого равновесия с первой позиции, вы должны здесь все-таки проработать вот эту третью позицию для себя. Это будет действительно на благо, это будет полезно. Насколько ментально ваша любовь. И здесь у нас ложится карта, которая говорит о том, что вы в основном можете думать по ночам и с нами, как это ни странно. Или в состоянии полусна. То есть ваша ментальность, она днем не столь значительна. Хотя вам может казаться, что вы обдумаете с ног до головы сейчас всю эту проблему. Но, тем не менее, карты говорят о том, что как раз-таки ночь приносит вам то время, когда вы можете абсолютно логически и мудро мыслить. Более того, именно ваше подсознание и сон дают вам правильную ментальность. Насколько ваша любовь эмоциональна? Давайте посмотрим. Ну и здесь мы можем сделать вывод, что прежде всего ваша любовь, ну вот почему-то на эмоции выпала карта честности. Это означает, что все ваши эмоции вы проявляете честно. Особенно в тот момент, когда пора из отношений уходить или пора, скажем так, совершать какое-то передвижение. То есть ваши эмоции зависят от событий. И когда возникает событие, которое провоцирует данные эмоции, вы эти эмоции можете проявить. В целом, вы достаточно спокойны эмоционально в любви. Ну, что это означает? То есть вы не являетесь той мамочкой, которая будет там ребенку с утра. Продаете, мой халёси, уйти, пути. То есть вот эти вот эмоции, постоянно прущие, да, постоянно идущие во внешний мир, они вам не, для вас не характерны. В основном это ситуативные эмоции, проявление их, соответственно, какой-либо ситуации, какому-либо происшествию. Какова ваша любовь в действиях и поступках? То есть способны ли вы на действия? Но я вам могу сказать, что вы когда-то уже поступили достаточно действенно, и вы всегда, прежде чем сделать, будете искать подобное в прошлом. То есть смотреть на то, как вы должны действовать в той или иной ситуации. Очень часто могут быть такие моменты, когда вы сомневаетесь, стоит так действовать или так, и пытаетесь иногда даже обратить в некоторые ваши действия в шутку. То есть ваши действия не напористые и мощные, так что сметает всё с пути, а обычно обдуманы, взвешены и балансируют. Насколько вы страстны? Ну и здесь, знаете, вообще ложится интересная карта. Карта говорит о том, что уровень вашей страсти зависит не только от вас индивидуально, он зависит от того, как складываются отношения и на что вы реагируете. То есть само по себе состояние обычно абсолютно нормальное. Это не какие-то безумные африканские страсти. Но если вы видите подачу, то эту подачу вы можете отбивать. Если вы понимаете, что партнёр, что ваш любимый человек даёт вам эту страсть, вы будете зеркальным отражением в данной ситуации. И это тоже для женщины очень даже неплохо. Это хорошо. Тем более карты говорят о том, что вы придерживаться склонны всё-таки каких-то традиционных взглядов и даже традиционного уровня эмоциональности. Негативные стороны вашей любви. Ну здесь у нас, знаете, может быть некое самолюбование. То есть вы будете, конечно, хотеть, чтобы ваша любовь приносила вам что-то хорошее. Но вместе с тем, видите, вы не являетесь реципиентом, ещё раз повторюсь, но вы не в чистом виде донор. Поэтому вот эта карта, даже на негативной позиции, она для вас полезна. Она говорит о том, что хотя негативной стороной является ваше самоутверждение и желание, чтобы вас любили, безусловно, и вы считаете, может быть, даже в определённые моменты себя подарком, и такой вот, знаете, конфетой в золотой обёртке, но я бы не назвала это полностью негативной позицией. Хотя сама по себе вот эта особенность может лежит у нас именно на негативе. А может быть, это неумение воспринимать себя в должной мере как подарок. Вы сами себя лучше знаете. И вот на что у вас ёкнет, на что будет противодействие, когда вы скажете, боже мой, что вы говорите. И вот тут попытайтесь ваши мысли, скажем так, зафиксировать и ещё раз на эту тему подумать. Потому что обычно то, что противодействие вызывает, когда мы слышим, оно и является какой-то основной интересной информацией, позитивной стороны вашей любви. Ну, по крайней мере, я могу сказать, что с вами не будет скучно. Как говорится, настоящая девушка может сделать из ничего салат, скандал, ну и не будем дальше углубляться, нам хватает салатов и скандалов. Так вот, из позитивного любой скандал вы можете перевести на доверительный разговор. И это хорошо и способствует долгосрочным отношениям. Насколько вы можете быть настойчивой в любви. И здесь карты говорят настолько настойчивой, пока вы видите отдачу. Это означает, что пока вы видите отражение ваших эмоций, пока вы видите какую-то действенность ваших поступков в адрес вашей любви, вы будете настойчивы. То есть, вы всегда будете понимать, ради чего вы настаиваете на той или иной, ну, скажем так, своей позиции и делаете те или иные шаги. Насколько вы преданы тому, кого вы любите. Ну, и эта карта говорит о том, что, в принципе, вы можете огорчать человека, которого вы любите, но при этом, скорее всего, вы будете это делать так, чтобы он не знал, что ему пора огорчаться. И вот эту вашу позицию, особенно по поводу тайных отношений или страхов, связанных с отношением, вы достаточно быстро будете переоценивать. И вы сейчас находитесь в том состоянии, когда вы обдумываете данные вопросы, данные аспекты. И сейчас мы посмотрим, насколько же вы честны у нас. И здесь можно сказать, что, в принципе, ваша честность не безгранична. То есть, вас нельзя назвать абсолютным кристаллом по честности. Но если вы любите, вы достаточно честны. Но здесь есть один момент. Если вам будет казаться, что для вашего любимого человека во вред какие-то знания, это вот то, о чем я говорила, разница между честностью и искренностью, то вы можете о чем-то и умолчать. То есть, вы не будете открываться на все 300% и показывать, выворачивая все наизнанку. Это правильно, в принципе. Но это мое личное мнение, что это правильно. Насколько вы искренне. Но вот здесь можно сказать, что вы искренне, пока вам человек нравится, пока вы реально понимаете, что вы его любите. Но как только выбор сердцем заканчивается, как только гаснут чувства, то вы можете стать абсолютно неискренним и закрытым человеком и действовать абсолютно, знаете, ну в таком режиме не то, чтобы закрытости, но лишнего не скажете точно. Готовы ли вы на подвиг ради любви? И здесь карта нам говорит, что да, на подвиги, которые связаны с чувствами, вы готовы действительно. Насколько вы склонны к самопожертвованию? Ну и здесь ситуация достаточно спорная, которая может говорить не только о том, что вы будете взвешивать все за и против, то есть вы будете изучать ситуацию, в которой от вас требуется самопожертвование и будете делать выводы на протяжении определенного срока. И если любовь сильна, то есть все зависит от силы вашей любви. Если она реально сильна, то вы склонны действительно к самопожертвованию, но прежде всего вы взвесите все за и против. А следующий вопрос это насколько вы требовательны? Ну здесь можно сказать, что вы в лоб вряд ли будете чего-то требовать вплоть до скандала. Скорее всего вы попытаетесь мягко интуитивно заставить человека сделать то, что вы хотите, то есть измениться его, но так, что он будет думать, что он это решение принял сам. То есть ваша требовательность она внутри вас присутствует, но она не проявляется агрессивно. Насколько вы доверчивы в любви? Но здесь можно сказать, что не столько вы доверчивы, сколько вы способны переживать правильные эмоции, но всегда надеетесь на ответственность человека и на доброту, то есть в вашем стиле надеяться на порядочность тех людей, которые вас окружают, особенно если вы выбираете этого человека в качестве избранника. Ну без доверия тоже я могу сказать, что в принципе отношения не могут строиться полноценно, и это тоже очень важно. Насколько вы ранимы? Ну и здесь можно сказать, что мало какие новости действительно вас ранят в самое сердце, и вы учитесь, вы в течение жизни, скажем так, достаточно набираете опыта, и вы становитесь мудрее, и можете быть псевдо ранимым человеком, то есть вы покажете то, что вы ранены в самое сердце, при этом вы не будете настолько переживать, чтобы просто пойти и биться головой об стену, то есть ваша ранимость это скорее всего маска, которая призвана скажем так воздействовать на людей определенным образом. Способны ли вы предать? Ну и здесь ложится карта, которая говорит о том, что в своей семье вы не будете предавать, вы не будете являться той хитрюгой, которая будет нести некое разрушение, то есть по сути своей вы абсолютно не предатель, вы наоборот склонны беречь то, что вы имеете, поэтому дополнительную карту понимаете, ради чего вы можете предать, мы не будем вытаскивать, потому что вы не являетесь по своей сути человеком, который склонен к предательствам без разбора. Предостережение и совет вам. Ну вот здесь вот можно сказать, что предостережением являются действительно некое предупреждение от парадоксальных действий и очень резких каких-то действий. Ваша линия, она более мягкая, более тайная, которая при этом города берет. И здесь мы можем сказать, что ваши активные военные действия или действия какого-то нарочито привлекающего сексуального характера, они абсолютно не в вашем стиле, они вам не принесут благо. Особенно в смысле отношений с королем Пентакли. Он у нас тут выпал автоматически, как бы, ну куда уже без него в каждом раскладе, мы не можем без него. Поэтому предупреждают карты конкретно от подобного рода действий именно с этим человеком вас. И особенно, скажем так, не размещайте некие сексуальные фотографии на своей странице, то есть все должно быть в рамках приличий. И совет карт в любви. Что же вам делать? И здесь вот как же на Цезаря вне подозрений. Вы просто должны быть идеальны и поступать так, как положено по справедливости поступать умом, а не сердцем. Как бы ни странно звучал такой совет в раскладе на любовь. Также карты говорят о том, что вы когда положено, когда понимаете, что ситуация подходит именно к такому моменту, вы должны уметь разрушать ненужное. При этом не в ваших функциях полностью брать на себя решение в любви. Вы можете чувствовать решение человека и действовать интуитивно. Это как раз таки ваше в данном случае. И мы можем подвести итог, что вы не являетесь реципиентом, вы не являетесь вампиром, но не являетесь в чистом виде и донором. То есть в строго определенной ситуации, которую мы просматривали раньше, да, ваша особенность и донорство просто пышным цветом цветут, но вообще в теории, в принципе, в отношениях и в любви вы не являетесь донором, который отдает свою энергию без разбора. Но у вас есть еще один момент, вы не умеете правильно забирать то, что нужно забирать из любовных отношений, забирать эмоции человека и чувства, питаться ими тогда, когда это нужно. Обратите внимание на эту вашу особенность и попробуйте развить именно ту часть, когда при эмоциях человека, которого вы любите, вы получаете определенное энергетическое питание. Это действительно полноценный обмен, это то, что способствует реализации того самого сигнификатора. ваша любовь может быть достаточно ментальной, а выражения эмоций ситуативными. При этом, что касается именно страстности и сексуальности, вы являетесь скорее отражением того же самого со стороны вашего любимого человека, со стороны мужчины. Вы не предатель по своей сути, но вы можете иметь свои требования и направлять человека туда, куда ему нужно, так, что он даже не заметит, куда он идет, куда вы его подвели, и будет думать, что он делает эти шаги сам. Насколько вы верны, вы очень стабильны, то есть, если возникнут отношения, императора у нас карта ложится, опять у нас опять и король вышел, императрица, император. Так вот, если вы реально встречаете те отношения, которые становятся для вас серьезными и важными, то вы человек верный, вы человек не склонный к изменам, и не склонный искать чего-то лучше, как говорится, от добра добра не ищут, и еще выпала у нас вот какая карта, карта сила, она в принципе выскочила, видимо, из колоды, у карт хорошая ламинация, поэтому у них есть все шансы иногда вырваться и проявить собственное мнение, то есть за то, что вам ценно, вы готовы стоять горой и при этом вы будете достаточно мягко стоять этой горой, так что практически ваш мужчина этого не будет замечать, но при этом будет находиться полностью в вашей власти. По верности, да, вы не склонны к изменам, вы не склонны искать себе приключений, как в том, в той поговорке девушки 90-60-90, не ищите приключений на свои вторые 90, вот вы их не будете искать, этих приключений, вы будете стабильны и стараться для своей семьи, для своей любви. Ну, а я желаю вам удачи, наилучших проявлений ваших способностей любить и достойного человека рядом, который будет любить вас еще сильнее, чем вы любите его. Я желаю вам удачи, до встречи, до свидания.